Оказаться на необитаемом острове в Подмосковье, в самом густонаселенном регионе страны, вам покажется фантастикой. А вот воскресенский пенсионер Александр Анатольевич Киселев не по своей воле оказался отрезан от мира. Его дом стоит в поле в каких-то 500 метрах от деревни Ворыпаева. Там жизнь, а он в снежном плену. Для пенсионера Александра Киселева это уже стало обыденным занятием. Лопата в руки и вперед к свободе. Сил хватает только на то, чтобы расчистить дорожку к вольеру, где обитает любимый пес, да пятачок перед домом. Дорогу же на большую землю перемело еще в декабре. 500 метров по снежному полю стали непреодолимым препятствием. О человеке, отрезанном снегом от внешнего мира, нам рассказали лесники еще в январе. Тогда мы впервые выехали на место, чтобы узнать, как ему живется. По пути наша съемочная группа чуть сама не стала заложниками снежной стихии. Добраться до дома Александра Анатольевича у нас не получилось. Здесь нужно надевать унты и теплые ватные штаны. Может быть тогда что-то и получится. Пройти удалось совсем немного. Снег и близко не подпустил нас к своему заложнику. Хорошо, что есть мобильная связь. Что вы кушаете? А тут ребята катаются на снегоходах. Ну, с Москвы ребята, дачники. Вот остановлю, дам деньги. Они мне то хлеб привезут, то лекарство привезут. А так некуда. Вот что? Вот вы сейчас стоите, дорога такая, да? А вот мне на деревню идти еще хуже. Там еще больше снега. В общем, выживаете как можете, как отшельник, да? Потихоньку. Мы русские, мы все терпим. Добраться до воскресенского Робинзона Круза нам удалось на следующий день. Только с помощью местного жителя и его надежного снегохода. По-другому пробраться к одиноко живущему в поле мужчине не получится. Александр Анатольевич встретил нас во дворе. Вот видите, вот так и живу. Все завалило. Не пройти, не проехать. Ни в магазин, никуда. Вы сами видите. Снег так и не чистят. Это чистил я. Заказывал трактор. От трех тысяч за час работы. Вот ребята накатывают мне учет на деревню, на снегоходах. Два дня. Вот они позавчера приезжали. Я сегодня пошел в магазин, хотел дойти. Вот так. Все. Переметает, заметает меня и не знаю, чего делать. Вот все трудности меняют со снегом. Построенный в 1900 году учительский домик при школе когда-то был полон жильцов. Мама нашего героя работала в школе. Отсюда и началась история семьи Александра. Здесь жили большой дружной семьей, работали, учились, наслаждались красотой природы. Во дворе тоже кипела жизнь в те давние времена. С тех пор школу снесли, соседи-фермеры разъехались, а дом так и остался на отшибе. Уже много лет Александр Анатольевич живет здесь один. Я прописан здесь. Я уже 63 года здесь живу. Здесь мои родители жили. Как я здесь родился, так я здесь и живу. Александр Анатольевич всю жизнь отработал пожарным. За годы службы повидал разное. И на грани жизни и смерти бывал не раз. А потом, как это всегда бывает внезапно, подвело здоровье. У меня два инфаркта, инсульт. Меня вот недавно прихватило. Ну, чего я сделал? Вот телефон лежит. Ну, кому я буду звонить? Позвоню я в скорую помощь. Они подъедут, скажут, как мы к тебе поедем. А пешком они не пойдут. А как же вы выкрутились? Ну, таблетки, 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 таблетки. Сам себе достоин? Да, да, да. Потому что у меня уже 22 года инфаркт. Я все-таки знаю, чего надо, как надо, когда надо. На жизнь Александр не жалуется. На снежную зиму немного в обиде. Эти злосчастные 500 метров до ближайшей деревни по заснеженному полю ему никак не преодолеть. С приступами справляться за 20 лет научился. А с продуктами и лекарствами помогают дачники. Они катаются по выходным на снегоходах. 400 метров здесь у нас магазин, деревня. Так кое-чего купишь. А так, коммуникации, все у вас здесь есть? Ну, это есть. Мы с братом наладили и вода. Нет, за хорошие я хожу туда, а бытовые вот отсюда. Случайные гости вызывают бурю радости. В этом одиноком доме скучать не дают лишь многочисленные кошки и пес. Но все же человеческое тепло, общение, добрые слова – вот то, что не дает пасть духам. Когда-то у Александра здесь было хозяйство. Разводил уток, обрабатывал огород. Сейчас небольшая теплица, так, для удовольствия, где летом выращивает помидоры и даже арбузы и дыни. Любит ходить за грибами и ловить рыбу. Но это летом и осенью. Здесь летом красота. Свой родной дом любит и ни на что не променяет. Вот и справляется с такими непростыми сюрпризами природы. И по-человечески благодарен тем, кто не проходит мимо его одиночества. Мы не шикуем, но живем. Ну, брат помогает, да, брат привозит продукты, помогает. Племянники тоже, племянницы помогают. А так… Мы, конечно, не смогли пройти мимо этой истории одиночества. Привезли продукты, подбодрили, как могли. И до сих пор держим с ним связь. Ведь в нашей жизни важно не только смотреть вперед, но и оглядываться по сторонам и суметь увидеть одинокого человека, которому нужна помощь. Большое спасибо. Иначе бы я… Ну, вы сами видите, я… Трудно, 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 трудно. Но мы русские, прорвемся, как говорится. Дай Бог вам всего хорошего и всей вашей бригаде. Большое спасибо. Зима уходит, проблемы остаются. Александр Анатольевич все так же коротает вечера с кошками и собакой. И ждет уже недалекой весны. Подъезд к его дому расчистили те же лесники. Доступ в большой мир открыт. Как и вопрос о том, сможет ли скорая помощь подоспеть к нашему герою по такой дороге, если потребуется. Юлия Теунова, Руслан Полянин, Дмитрий Волнов. Новости Искровект. Юлия Теунов